Чтобы ничего не про территорию не векали. Я вообще сюда не возьму никакого сырчика. Скандальную историю с реабилитацией в санатории попросили не придавать огласки. Но Наталья Берникова и Олеся Судакова молчать больше не могут. Женщины воспитывают детей с диагнозом ДЦП. Сыну Натальи 18 лет, Олесиному 16. Их дети бесплатно проходят реабилитацию в городе. А вот родителям, несмотря на медицинские показания, в ней отказывают. К терапевту пришла на прием и мне сказали, что мы вам не дадим бесплатное направление в территорию здоровья. Они говорят закон 152. То есть я должна быть после операции. Это неправда. Остеохондроз является причиной полечиться в территорию здоровья. Сын Олеси Даниил инвалид-колясочник. Каждый день его мать в прямом смысле носит на руках. Отсюда и заболевания. Женщина обращалась и в федеральный Минздрав, но лишь после жалобы в социальных сетях на женщину вышли и разрешили бесплатно полечиться. Получается, в сентябре собирать сюда документы. И я не уверена, что меня снова сюда пустят. А вот территория здоровья для Натальи Берниковой уже под запретом. Сыну с диагнозом ДЦП 18 лет. В сопровождении, мол, уже не нуждается. Отказывают как сопровождающий инвалида и как человеку с больной спиной. У меня есть те же заболевания. Остеохондроз и другие заболевания позвоночника. Как у человека, который всю жизнь носит, поддерживает, помогает тяжелому пациенту. Поэтому я имею право находиться, пролечиваться, реабилитироваться в данном центре. Хотя бы по показанию остеохондроза. Территория здоровья – это стационарный этап реабилитации и этап дневного стационара. Сюда попадают пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые имеют ограничения и нуждаются в частичном, либо постоянном постороннем уходе. Ни Олеся, ни Наталья, по мнению Минздрава, не имеют таких показаний для бесплатного лечения в санатории, только амбулаторно, в поликлиниках. А между тем, женщины, которые борются за свою реабилитацию, опасаются, что после всей огласки и шумихи вокруг этой истории право на реабилитацию решатся и их дети. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.